Об угощении решил позаботиться житель Большого Кичмая. Говорит, вышел на пенсию и искал, чем же заняться. В интернете наткнулся на ферму по выращиванию самов. Изучил. Качественное мясо, сравнительно небольшие площади, быстрый рост от малька до зрелой особи. Решил попробовать. В нашей стране еще не сильно распространено выращивание самов. В Сочи это и вовсе единственное хозяйство. С мая месяца привели малька, вырастили около двух с половиной тонн рыбы. На данный момент у нас в Ямкосях находится около тонны рыбы. Остальная рыба была реализована в процессе лета. Рыба очень быстро растет. Мы брали где-то 100-150 граммовых мальков. А в настоящее время отдельные экземпляры до трех килограмм. В перспективе объемы должны вырасти до 12 тонн в год, говорит руководитель. Площади позволяют увеличивать производство и наращивать мощности. Сейчас же задача номер один – создать рыбе комфортные условия в зимний период. Емкости с фраморным сомом уже находятся в теплицах. Воду меняют регулярно. Берут ее из ручья, затем наполняют кислородом. Температура воды должна быть не менее 18 градусов. И при необходимости ее подогревают. После смены воды через полчаса у сомов по расписанию обед. Кормим фарелином кормом. Мороженая рыбка бывает. Три раза в день. Потом делаем отбор большой-маленький, чтобы они большие не дают малым кушать. Малые уже начинают питаться лучше и расти лучше. Она стрессовая рыба. Если воду меняем, у нее стресс. Если с очком начинаем баловать, то также стресс. Ей желательно, чтобы мрачное место такое под накрытием. Она любит такое мрачное место. В муниципалитете такие начинания в рамках краевой целевой программы развития сельского хозяйства только поддерживают. Глава города Анатолий Пахомов не раз на сходах говорил жителям курорта о необходимости развивать агропромышленный комплекс. Для населенных пунктов, которые находятся в нашем районе, в городе Сочи, это, наверное, самое правильное будет направление развития таких крестьянско-фермерских хозяйств, частных подворий, которые будут и производить товарную продукцию, которую можно реализовывать на местном рынке, и в то же время в дальнейшем можно будет привлекать туристов, привлекать как объект агротуризма. То есть это будет приносить и дополнительную прибыль, и будет увеличивать привлекаемость наших населенных пунктов. Рыбы уже заказывают санатории и дома отдыха. Купить свежего, незамороженного и даже неохлажденного сома можно на муниципальных ярмарках. Те, кому интересно посмотреть, как выращивают мраморного сома, могут приехать на ферму в Большой Кичмай. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».